Добрый вечер всем! Давайте посмотрим, что нам принесла счастливая звезда с планетой счастья Какое счастье всем в мире И получилось ли оно, пришло ли оно Потому что регул может и не включиться, даже когда его активирует планета Ну, посмотрим Сперва общее, а потом всем И это правильно, потому что мы всегда смотрим, что сейчас происходит общее Даже в астрологии транзиты И переносим на себя Но сперва смотрим общее Посмотрим Я сейчас выложу карты И посмотрим Первое Рыцарь Жезлов Дройка Пентакли Не очень Это Малефик Он очень хорошо отсканирует Двойка Кубков Вообще, должно было быть влюбленные Но с другой стороны, влюбленные А там один аспект Венера Вот Двойка Кубков и прямая Карты прямые Вот Двойка Кубков очень даже Венеру символизирует Наверное, лучше И Дама Кубков Перевернутая уже пошла Повешенный Что ж у нас по повешенному Затормозилась Валет Динариев Очень интересно Что ж он включил-то Башня Башня с повешенным Ну, в общем-то, мир сейчас разлетается по башне Очень даже Во всех странах Паш Жезлов Туз Пентакли А вы знаете, что он делает? Он тормозит разруху Он тормозит разруху И говорит, что можно Ну, карты говорят, как бы, да Что можно сделать на этом сочетании В нынешнем времени В обычном времени он приносит богатство Просто приносит богатство и все А здесь он говорит, что это можно пережить Это время разрухи Оно будет долгим по повешенному Его можно пережить Если так брать Магически За счет крадников Если так брать Всем За счет Ваших накоплений У кого они есть Но вы переживете Король кубков Да, Венера очень активная Король кубков И где наша звезда потерялась Она должна выпасть Должна выпасть обязательно Отшельник Пятнадцатый Доставка Десятка кубков Десятка кубков Да, ваше очень специфически, что получится пережить это самое сложное время, это очень сложное время, легко. Вот это время кризиса и время разрухи вы переживете. Вы переживете, и плюс исполнится ваше желание, и переживете ну так легко шут последняя карта замкнул, насколько это вообще возможно, по десятке кубков и по шуту. Да, он сработал. Но в данном случае сработал очень специфически, что эти энергии вас проведут в темные времена, по темным временам, вот эти, а то сейчас темные времена наступают. В некоторых странах просто буквально нет электричества. Буквально темные времена. Она так дорого стоит, что ее как будто нет. Вот эти темные времена вы переживете. И плюс исполнение вашего желания. И еще подарил счастье в эмоциях. Счастье в эмоциях. Ну, а практикам могу сказать, обращайтесь больше именно к темным. К темным и к богам. Вот. К темным высшим силам, к темным богам. Особенно к пятнадцатому аркану, к богам бездны, чтобы они вас провели. По этим временам наиболее легко перекинули на неприятности. Всем другим могу сказать, вы переживете происки врагов, войну, всю эту разруху максимально легко. Максимально легко. Вот, что он включился, он дал, но дал вот таким исполнением желания. Ваше какое-то одно желание, которое вы очень хотели, просто горели в свое время, оно исполнится. И второе, что вы переживете это трудное время, переживут не все. И пройдут через такое тоже не все. Вы пройдете и легче всех, потому что легче, чем шут, карты нет. Но шут на Малефик, он такой безобразненький. Это говорится именно о том, что времена действительно такие тяжелые. Но вы переживете и возьмете, скажем так, жизненный опыт, который вас только обогатит. Так что вот, что принес Ригу с Венерой. Тут много эмоций, много встреч, но основное могу сказать. И еще, если для кого-то это сейчас тема актуальна, он встречается или ищет брак, то после каких-то или разлук, или конфликтов вы найдете себе пару, и это тоже результат работы вот этой парочки Ригу с Венерой. Вы найдете себе пару, и будете счастливы. Но не сразу, потому что между вами повешены и башни. Вы еще с кем-то расстанетесь, а потом у вас сложится и очень хорошо. Но позже, когда произойдет развал. Но это желание именно то, что вы очень давно хотели и лично для себя, потому что это пойдет через пятнадцатый аркан в любом случае, он общественный, ваше желание, чтобы вообще был мир и прочее, он не исполняет. Вот такой у нас расклад общий, переходим к личному. На этом мы заканчиваем, прощаемся.